Добрый день, друзья! Я вас приветствую в городе-курорте Анапа, поселок Витязева. Мы сегодня с вами отправимся в путешествие. У нас будет большая компания и едем мы на Октоберфест, фестиваль пива в Левкадию. Я уверен, что это будет интересно и один из тех моментов, когда мы вам расскажем о том, как можно провести свои выходные, находясь в Анапе. Не скучая, вот у нас сегодня портится погода, находят тучки, становятся прохладнее, но при этом в душе тепло и хорошее настроение. А это самое важное. И поедем сейчас, соберем всех наших друзей и вместе с ними отправимся в это путешествие. А также приглашаем вас с собой. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и приятной вам поездки. Мы начали свой маршрут из Витязева и едем сейчас сначала в Анапу, забираем Николая. У нас в Анапе сейчас 10 часов 14 минут, 15 градусов за портом. Маршрут построен, 73 километра обещают нам, что мы за это время за час 12 преодолеем это расстояние. И в пути мы будем чуть больше часа. Надеюсь, что пробок не будет и мы сможем туда добраться вовремя. Нас ждут к 12. Наплов, море плова. Им огромнейший привет. Я надеюсь, что тоже в этот раз нам плова хватит. Прям я за это переживаю. Ну, путь. У нас вовсе идет рыбалка с утра. Смотрите, какое количество рыбаков на речке Анапка. Эх, хотелось бы, конечно, погоду немножко потеплее, но вот видите, что у нас немножко такая пасмурная, пасмурная погода. Еще раз говорю, очень важно душевное состояние. Если оно прекрасное, то все будет хорошо. Я прям сегодня в этом уверен. Смотрите, как люди у нас начали немножко утепляться в Анапе. Уже нету, как говорится, майка и шорт. Кто-то уже и в куртках прогуливается. Ну, все, погода меняется. Наконец-то к нам приходит осень. Вот даже с шарфиком. Вот это, да, прям вообще показатель. Это у нас пересечение улицы Краснозеленых и улицы Крымской. И у нас здесь первый наш гость в машине. Николай. Давайте его поприветствуем. Не хочет садиться к нам, что ли? Я просто хотел окно заляпать. Давай, садись. Сейчас подождем, Дима, две минутки. Так, одного мы подобрали. Николай, здравствуй. Представьтесь, да, чтобы вы знали. Меня зовут Николай, я представитель строительной компании Вертикаль. И сегодня мы едем продолжать нашу рубрику «Несите дома на выходных» и поедем мы под... куда? Под Крымск. Под Крымск, а завод Левкадия, где будем дегустировать то, что там будут наливать и чем будут нас подчивать. Подчивать, это будет очень интересно. Как у тебя вчерашний день прошел? Чудесно. Мне вообще каждый день нравится, поскольку вчера ваш зритель, Юрий, приобрел земельный участок. Не у нас. Нашел самостоятельно. Но мы старались и проверили все его документы, чтобы его сделка была максимально безопасной. Для него это ничего не стоило, поскольку он пришел от Юрия Заровского. Вот. Вот это самая важная тема. Но, надеюсь, мы в скором времени от него получим отзыв. Он строительство вас будет заказывать? Планирует строиться с нами, но мы не настаиваем. Как Бог даст. Людям должно быть приятно просто. Люди должны общаться просто на одном языке друг с другом, не более того. Если мы можем с ним общаться, может ли он с нами? Не знаю. Каждый должен выбирать себе строителя так, чтобы он его понимал. Это наше правило. Это самая очень важная тема, чтобы диалог продолжался и после строительства. Вот как мы с теми людьми общались, с которыми в гости заходили, да? Потому что люди рады видеть через 9 лет после того, как дом уже построен. Конечно. Теперь мы едем за семьей Долбиковых и сейчас будем здороваться уже с ними. В Анапе все пасмурно становится, но плюс 16, 10.39 на часах. А его это такой подарок. Так, это у нас Александра Долбикова и Михаил Долбиков. Это что? Это видеооператор Светлана Азаровская за кадром. Друзья, вот так вот встречает в Анапской с водой. Вот Колю не видел. Тут у них хорошая колокаска, да? Открой, понимаете? А, ну там еще... Вино? Вино в умыватель. Сейчас заемок. Сейчас мы пока доедем до Левкадии, все будут под шефе. Нет. Может. А ну сейчас через умыватель будет, знаешь, накидывать в салон, и прям будет так хорошо всем. Да, я знаю, о чем вы говорили. Да? Рабочая схема такая, вы делали так, да? Неоднократно смотрю. Да-да-да, есть такое дело. Юра решил залить водичку с ароматом в умываючку. Ты чувствуешь этот запах? Да. Да. Нет, это водичка. А просто та бутылочка, она запахнет. А вообще это действительно... Я суперавтомобилист просто. Все, друзья, на этом мы начинаем наше путешествие уже прям туда. Пустились, ну что, поехали? Вы готовы? Да. К пиву и вино. Мы голодны и хотим пить. Ну просто пить, жарко. Опасно для вечеринки. 16 градусов жарко? А что-то тепло так оделось. Ну да. Так, все, поехали. О, родничок, это по пути на даче. Остановочка у нас и попить хорошей водички. Как тебе водичка на вкус? 7 из 10. 7 из 10. А ну-ка дайте, я тоже хлебну. Чувствуется металл. Но сероводорода нет. Так вы видите, это место. И вот такая красивущая. Камушек тут стоит. Ну и дорога. Я снимал отдельно этот родничок. Очень хорошее, классное, интересное, сильное такое место. С видами на поля. Прекрасно. Думаешь, что специально оставляют? Ну вроде за виноградником ухожу. Это винный. Смотрите, ему хана. Но он просто уже пропал. Да. Хотя виноградник ухоженный, видно, что сделано обрезка. Я на серьезно говорю. Виноградник ухоженный. Просто так не может как-то быть. Какой он вкусный, сладкий. Пасынки смотрите, друзья. Это вот по дороге мы свернули в поселке. Они самые сладкие сидят, чтобы сахара меньше добавлять. Вкуснотища. Как обидно, что столько у него пропало. Вот пасынки можно покушать. Опрысканный, не помытый. Вообще вкусно. Мы едем на фестиваль вина. Мы уже едим виноград по бытию. Так, виноградик. Вообще халявный виноград всегда вкусно, но это реально сладко. Вас не смущает, что он немытый, грязный? Нет. Вообще нет. Знаешь, такого сквозного супердвижения нету, я больше доверяю вот таким винограмм, чем рядом с дорогами там. Смотри, он черненький висит. Подай мне вот эту гроздочку. Мы нашли гроздочку винограда. Это какая-то беда, да, была? Белый, мне кажется, вкуснее, чем этот. О, не понял. Вот, прошу вас тут. Догадки начали множиться геометрической прогрессии. Друзья, какая красота. Прямо на винограднике, на лозе. Такое гнездышко. Можно наелись виноградом. Сейчас будем грузиться дальше ехать. Вот, что получается раздобыть. И молдова, и белый, и розовый. Шикарно мы тут зашли. А вкусно, ребята. Что может быть вкуснее ворованного винограда? Ничего. Соответственно, пока мужики едят виноград, женщины тут фотографируются. А еще попрыгай. А ну давай, попрыгай, подожди. Подожди. Живот втягивай, улыбайся, когда прыгаешь. Волосы убери. Так, прыгаем. Ноги под себя поднимаем. А, как Билан, да? Да, как Билан. Отлично. Не доверяйте навигаторам, друзья. Он нам показывает, что прямо полтора километра. Но мы прокатимся, конечно. Но дорога кончилась. Вот мы только что с асфальта ехали. Поели винограда, и дальше нет асфальта. Класс. Так, вот движение уже пару километров. И что-то дорога становится все хуже. Прямо даже интересно, куда же мы доедем все. У нас здесь дорога сужается. Встретилась зато одна машина, значит, откуда-то люди едут. И куча просто павших в месте. Художественные пейзажи пошли. Сейчас, да, с собой треста есть знаки, друзья. Ты будешь подочаровать, и специально протравили. И все. Тут еще и как бы идет такая информация. По выведению наших кабанчиков. Но действительно, дорога очень живописная. Красиво. Влево посмотрите, вправо посмотрите. Если бы мы не ехали на сестиваль пила, это было просто суперпутешествие. Прохладный называется, друзья. Тут пошел асфальт. Прямо вот вообще. Ощущение прям вот очень все хорошо. Интересно, как вот такая дорога ведет в этот поселочек. Ну, может, мы просто не с той стороны в него заехали. Будем надеяться, что это мы ошиблись. Веселые люди маршрутками доставляют. Даже смотрите людей. Друзья, конечно, как мы с ним еще будем разъезжаться. Надо пропускать. Самое интересное ощущение, то, что 12.30, мы немножко опоздали. И самое будет печальное, если я опять... Осталось 200 метров. Спасибо. И будет самое обидное, если не достанется нам всем плова. Это просто прям грустинка будет. Но обещали, что дождутся. В этот раз мы плов попробуем. 12.33. Температура воздуха здесь должна быть 16 градусов по ощущениям. Но, в принципе, очень даже тепло. Наша компания прибыла. Вы все рады? Наелись винограда? На дороге навалялись? Настроение есть? Ну, все. Значит, мы двигаемся на фестиваль пива. Выдемте быстрее уже, но я дремя не ждать. Спасибо. Красавчик просто. Трубы горят, заливать сольку надо. Все. Ладно, ребят, пока. Я не с вами. Смотрите. Наши девочки и с одним мальчиком уже убежали. Настолько оголодали. Винограды, что ли, не хватило. Самое интересное, что очень много машин. Я вам сейчас это видео покажу. И очень много людей. Неожиданно. Парковались там на верхнем ряду. А здесь вот нижняя парковка вся занята. Я слышу, там играет уже музычка во всю. Значит, что все уже начинается. Какая хорошая организация. Парковки сделали. Все сделали для людей. Молодцы. Приезжали и участвовали, да. В самом деле, это очень классно. И красивая, очень парадная группа, которая встречает нас на входе. Сейчас немножко дальше пройдем, посмотрите. Просто я уже вижу, а вам сейчас только предстоит. Итак, у нас действительно интересная входная группа. С левой стороны имеется озеро. Потом чуть дальше не брейте Николай. Ты почему, кстати, не брешься? Это, ну, у меня такой стиль. Ну, я так это обосновываю. Олень называется твой стиль. Здесь даже охрана имеется, чтобы нас никто не украл, я так понимаю, да? Не, ну, это даже завод. Поэтому здесь не всегда же заводный вход или въезд. Думаешь, такое может быть? Конечно. Дай бог, чтобы все было хорошо и прекрасно. Ух, ух. Слушай, довольно-таки интересно. На самом деле, неожиданно. Я вот вообще вот такую красоту здесь где-то в полях, в деревнях, особенно после той дороги, по которой мы ехали, увидеть не ожидал совершенно. Такой каскад фонтанов, да? Это частное место, то есть это бизнес, построен для людей и для привлечения. Они делают очень вкусный сыр. На доме мы попробуем сейчас найти какой-то представителя и уже пообщаться с ним. Ага. Пойдем посмотрим, смотри, там что-то раскапывают или что-то делают, не могу понять. Я думаю, что это делают тоже какой-то колюзей. Колюзей, да, должен быть. Какую-то арену. Перед горой стоит статуя. С головой грудью и собакой. Самое главное, что грудь или собака? Собака, конечно. Собака ждут человека, а не сиськи. Я понял. Так, друзья, смотрим. Вся движуха у нас начинается здесь. Я думаю, что мы это чуть-чуть позже ворвемся. Сейчас нам надо будет пойти найти то место, в котором нас должны очень ждать и в котором мы опаздываем уже буквально на полчасика. Вот вам и вино, и соление вкусности, но обо всем об этом чуть-чуть дальше. Грибы отсюда, грибы, Коля. Грибы там есть. Это хорошо. Настроение. Музычка обещает выступления разных групп. Очень большие активности для многих деток. Так что, я думаю, будет вполне себе интересно. Ищем темелион. Шампань-бар. Ребят там находятся. Как вам? Оп-оп-оп, Николай, давай танцевать. Чего не хочется? Да-да-да-да. Ой, Николай затанцевал. И это прекрасно. Смотрим по сторонам. О, тут герои для детей, смотрите, ребята. Врываются. Черепашки-ниндзя есть. Я очень рад. Место для отдыха, где можно посидеть и насладиться. А, собственно, нас ждут в чай хана. Идем, хана сейчас чая сделаем. Что еще? Я рано приехал, что ли? Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть еще 40 минут для того, чтобы приготовить 100 килограмм полоса сегодня. То есть здесь 100 килограмм? Да. Да, 100 килограмм полоса. Так, вы еще не забудьте про нас, пожалуйста. Нет, нет, нет. Сегодня мы забудем. Красота. В общем, ждем главное блюдо. Пока пойдем поздороваемся еще, посмотрим, что здесь есть. Поесть. Обещали еще сделать какие-то вкусные курочки. Вот куриная курица из тандыра за старое. А также нам тут самсу обещали, лепешки, самса посудочки. Отлично. Так, у нас, в общем, девочки нашли вариант с устрицами. Пока ждем поздороваться. Добро полова варианты шашлык или устрицы. Что выбрали? К сожалению, устрицы. Шашлык из баранины 300 рублей 150 грамм. Смотри, какая красота там везде. Слушай, какая красота действительно, друзья. Просто. Гринтвей 100 рублей 200 грамм. Ай, ай. Здесь так, смотрите, ребра 250-100 грамм. Куриный свиной шашлык. Довольно-таки интересно выглядит. Здесь, по-моему, чуть-чуть поменьше вариантов. Шашлык, шашлык. И что мы идем? Устрица малую триша. Шампань-брюд. Есть контакт. И мы сейчас в первой жизни будем пробовать устриц, друзья. Становимся в очередь. И ожидаем, когда это все случится. Открываем, наливаем брютик. Открываем, наливаем брютик. Два размера, два калибра, троечки, двоечки. 250-300 рублей. А можно таких? Какие? Давай, обереги, таких шиштук. 250-300. Мы будем по 250-м. Шампанское подоспелое. Будем вкусные. Но пробуем то и то, и потом поймем какие будем. Отлично. Так я так понял, что брютик уже открывается. Бютик уже открывается. Ты правильно все понял? Это хорошо. Очередь неси на большая. А вот это все поголодающее. А мужикам что надо? Мясо. Вроде все логично. А вы что мужики здесь стояли, да? За мустрицей есть контакты. Как их мучают. А если мидию так есть? Тоже можно, но это свежее. А у нас они свежие? Конечно. Хорошо. Я прям нервничаю, не знаю, смогу ли это съесть или нет. Одного вида я уже что-то начал подозревать, что не особо хочется мне этих устриц. Они очень интересные по вкусу. Я думаю, если не пробовал, то собрать коллекцию вкусов, наверное. Потому что ни с тем они заходят с первого раза. На самом деле очень интересная морская еда, которую если попробовать всем хотя бы раз в жизни, чтобы иметь понимание, нравится вам или нет. Слушайте, есть такая вот тема. Что вам нравится, не нравится? После ворованного грязного винограда, как думаешь, потом от чего плохо будет? От устриц или от винограда? Давай так, я тебе куплю устриц, и это будет то же самое. В смысле? Ну, чтобы как будто у нас не ворованный виноград, а просто мы добыли с тобой устриц. Пошли наловили, и вот сейчас будем их пробовать. Прям не страшно. Я, честно, начинаю потеть от этой идеи. Честно, впервые такое со мной, что я буду что-то пробовать, и мне страшно. Я предлагаю начать пробу устриц именно с табаско. Тогда будет такой острый, пикантный вкус, и, я думаю, может зайти. Хорошо. Мне причем пить нельзя. Это прям страшно. Вдвойне. Я думаю, после бокала бы еще лучше бы заходило. Александра претендует на ракушки от устриц. Не знаю, что она с ним будет делать. Вот эта устрица, она вырастает где-то за 2,5-3 года. А вот такая? А вот эта устрица, она буквально недавно ее кто-то съел. Ей 7 лет. Это одна из... 7 лет. Это один из первых завозов на ферму, когда делали. А сейчас у вас они свои, и устрицы размножаются, или все-таки... Мы берем молоть в Франции, которая не размножается. Этот вид называется 4 сезона. Их решают репродуктивные функции для того, чтобы их можно было кушать круглый год. Устрица не рестится. Могли слышать, да, что в месяцах летние устрицы есть не рекомендуют. Это как-то относится к диким устрицам, которые в этот период не рестятся, а размножаются. Отлично. Сколько всего интересного и непонятного. Могли раньше видеть, что устрицы сразу из раковины съедают. Но для первого раза лучше всего разделить трапезу на то, чтобы сначала нужно съесть мясо устрицы, а потом уже запивать устрицным ликером. Это соус, который останется внутри раковины, когда вы устрицу польете лимончиком, либо соусом. Соус нужен? Нет. Соус нужен. У нас начинается именно открытие устриц для нас. Мы взяли пять штук по 250 ре, чтобы продегустировать наши силы, сможем мы или нет вообще. А жемчуг бывает? Восемь лет как-то. Ну, бывает, да? Ну, бывает, да? Да. 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 У нас начинается. У нас начинается. С стороны тут будет готовиться картошка с колбасками. Порция будет стоить, по-моему, 250 рублей. Тоже такое интересное блюдо. Ну, там сзади происходит анимация, детские конкурсы. Я так понимаю, здесь больше позиционируется себя это место как семейный отдых. Людей очень много. Ну, тут они все растянуты по территории. Допустим, в Новороссийске там были как-то более кучнее все. Здесь же, видите, ну, люди прибывают на самом деле все больше и больше с каждой минутой. Буквально 4-5 капель лимона. Если с луковым соусом, то немножко лукового соуса и несколько капель лимона, чтобы не перебить вкус устрицы. Потом шпажкой мясо поддеваете, отправляете в рот. Мясо нужно пожевать, посмаковать. Прям долго пожуйте, чтобы понять его вкус. А потом забивайте устричным ликером. Это сок, который остается в роговине, когда вы ее съедаете. А потом уже закрывайте устричное с шампанским. Сколько человек кушает? 5. Выглядит стоимость 1255. А табаско там хотели немножко? Ага, хорошо. Компот? Да. Ну, и как тебе этот компот? Пшеничный, но вольский удобный. На вкус, ну, просто смотрю в этом утке, ребят. Пшеничный, пшеничный. Ну, стоило ради этого? Поехать. Пока не понял, да? Я смотрю. Так, у нас процесс идет. Николай ест устрицу с табаско. Надо буквально несколько капель, он говорит. Ну, я так люблю просто. Кто хочет поострее, значит больше. Устрица ест главное. Так. Что мне тут сделали? Хоть обезьянку. Двух сторон две камеры. Говорят, что надо мясо чуть-чуть, чтобы отделить. Второе. Оно должно промариноваться. У тебя в данном случае в табаско ты лимон не наливал. Правильно? Нет, не наливал. Ваше здоровье. Вот. Ну, и что? Очень вкусно. Что напоминает на вкус? Ну, что можно помнить? Море на вкус. Горы и море. Ну, нет, вкусно. 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 Горы и море. Ну и давай, самое главное. А ты выпил сок, а ты сразу выпил, да? И? Ощущение стало тебе лучше? Ты наелся? Конечно. Я сыт, понимаете? Полон сил. Ротворить и вытворять. Что, за мясом идем? Да. И пиво. Александра. Она уже профессионал. Она ест второй раз. Она сначала решила вместо табаско лимончик использовать. Господи, как все это страшно. У нас вечер посвященный устрицам. Я просто на самом деле очень сильно переживаю. Не могу понять, понравится мне или нет. А, значит, не Александра. Она будет. Михаил пробовать эту устрицу. Слушайте, ты постоянно с таким видом, как будто, знаешь, я не буду это комментировать. Давай. Я не буду на камеру. Давай. Александра. Ты всех заставляешь на камеру. Теперь твоя очередь. Давай. Вкусно ешь, чтобы люди захотелись. Ну, какая была вкуснее прошлое лето? Это. Да? А тебе? Точнее же ел? Прям реально вкуснее. Ну, не знаю. Мы тоже ели свежее. Так, они друг от друга смотрят. Так не разведетесь. Какая была вкуснее. Допивай. Давай. Устричный рассол. Господи. Ну, давай жена. Да. А ты не доешь, что тут сначала. Чувство богатой знаменитой. Шампанское. А это реально восхитительное. Шампанское. Давай, Светлана. Шампанское. Давай, Светлана. Шампанское. Ну, вот Саше тоже понравилось это видео. Вот он стоит, оказывает, это было вкуснее, это было вкуснее. Это малую трещь, если что, небольшой. Нет, может, идет другой вид. Да. Это малую трещь. Малую трещь. Малую трещь. У меня мурашки потело. Я, честно, не знаю, что делать. Я всю жизнь жарил Витя и не мог мне представить, что я буду ее кушать. Надо по правилам, сказали, помешать, чтобы она промариновалась, стала вкусной, прекрасной, классной. Господи, это еб. Ну, рассказывай, что ты молчишь-то. А ему понравилось просто, не знаю, как это выглядит. Ну, вкус, короче, как рыбу. Ешь соленую, слабо соленую. Да. Получается. Ну, как сказать, что я на 250 рублей доелся. Может, я не допил просто? Юра, она три года выращивается. Это реально телевизор. Это не для того, чтобы наесться. Это для того, чтобы получить удовольствие от еды. А я за рулем. А ты не забьешь. Он хочет. А у вас, кстати, по моему саду. Мальчик хлебушек будет. Здесь не включается. Попробуй, как минимум стоит. Говорят, что в первый раз не к всем заходят. Ну, в принципе, вкусно. Скажем, что мне было страшно. Я прям реально боялся. Я глаза закрою, чтобы съесть это. Ну, в итоге, у него хоть такой вкус, отрывка. Ну, еще там очень много на поверхности хвост. Там мужчин подымает. Так что, должно быть, сейчас хорошо женат обошли. Любимое солнышко Светлана. Как минимум настроение наше поднялось. Уже стало повеселее. Мы находимся среди людей, а не среди лесов. После винограда и устриц нам надо поесть, наверное, мясо. Мясо. Все любят мясо. Николай, ну что, мясо? Да, и табаско девочке нужно. Давай. Здесь уже образовалась огромнейшая очередь на устриц. После нас мы были вторыми в сегодняшнем дне. Кто их попробовал, ну, практически возле всех фудкоров стоят люди. Интересно будет попробовать, наверное, еще баранину. Ну, сейчас мы определимся с Николаем, что будем кушать дальше. Получается, на Октябрь Фест для чего люди приезжают? Веселиться. Музыка играет. Веселье есть. Детей развлекают, играют с ними. Аниматоры. Также кушать пенное пиво баварское 100 рублей. Лимонад со вкусом барбариса есть. И плов можно по телефону заказать. Зачем нам заказывать по телефону, когда с той стороны джарят, все, готовят пиво и пробовать. Давай, где-то здесь должно быть пиво. Здесь тоже есть пиво, но и огромные очереди почему-то за пивом везде. Прям печально. Мы можем наблюдать, как происходит анимация. С детками занимаются ребята. Сейчас будет, наверное, прыганье через канат. И посмотрим, как это будет выглядеть. По-моему, человек-паук немножко поправился. Все, все попали. Есть развлечения. Ну и детки. Три, два, раз. Мне прямо интересно, получится или нет. Делайте ваши вставки, друзья. И два, и три. Прыгаем. Нет. Я ожидал, что именно так все и будет. Сейчас черепашка ниндзя всем поможет. Николай говорит, что вся движуха раньше проходила туда немножко ниже и приглашает прогуляться меня именно туда. Там виноградники и открывается классный вид. Слушай, тут как минимум есть геодезист, у которого явно не Октоберфест. Не Октоберфест. О, смотри, здесь тоже вот люди сидят. А это тоже пиво. И тут я понимаю, что можно нормально сидеть. Отлично. А мы там как все ходили. Как все. Место какое красивое. Пойдемте, пройдем маленькую курсию. Подожди. Посмотрим, давай виноград. Какой виноградник. Красивейшее оформление. По сравнению с тем, что мы где вырвали виноград, это совсем другая тема. Тоже есть еще пасынки, которые не пособирались. Молодой просто еще. И выглядит все это очень достойно и красиво. Подожди, подожди. Здесь у нас не могу понять, что происходит. А, здесь аттракционы поставили. Детская каруселька. Туда ниже еще спуск есть. Иконные прогулки. Вот привезли лошадей. Красота вообще. Есть йо пиво. Мини фан. Я не знаю, что это. Пойдем посмотрим, что почем здесь. Венские сосиски. Бельгель. 50 рублей штука. Кремовое пиво. Картофельное пиво. А, крафтовое пиво. Я больше не супер. Я думаю, что за картофельное пиво. Здесь, в общем, по 200 рублей пол-литра. То есть, там было по 100 рублей. Здесь по 200. Попробуем. Купим все, попробуем и скажем. Мини-акция бокал. Здравствуйте. Плюс 2. Две улитки. Господи, улиток я есть не буду. Почему? Где улитки? Вон улитки. Сейчас мы вернемся. Ты будешь есть улиток? Ты будешь тоже есть. Я не буду есть улиток. Будешь, будешь. Слушай, я устрицу еле стеял. Мне еще страшно. Сегодня у тебя как раз день страхов, преодолений. Господи, если я съеб улитку, я же застрелюсь. Ну, ничего, донесем тебя потом тепленького. Хорошо, что стреляться нет. Это ресторан. Режим работы. Тут можно провести время с семьей. Ага. Там, по-моему, в спице что-то сидят. Ух ты, ё! А вот это самое интересное. Слушай, давай, может, наших всех позовем? Не-не, пойдем, я тебе сам все покажу. То есть ты с ними делиться информацией не хочешь никак. Да, я понимаю. Свадьба, да. Здесь чаще всего проводились фестивали. Раньше старая локация. Это вот в винный дом. Заходим. И есть этот завод, который производит сыр и вино. Вот. Здание очень интересное. Имеет форму квадрата с полностью... Ну, внутри проходы по периметру. То есть идешь по периметру здания. И там дальше большая терраса, в которой можно находиться. И будет очень интересно. Вот как минимум происходит сейчас очень интересная фотосессия. С таким количеством людей и в таком интересном месте. Заходите, Николай, придержите мне дверь. И рассказывайте дальше, что мы здесь сидим. Это вот как раз командир, который здесь и производится. Это вот он. Ценники можно посмотреть. Великолепно. Кто не пробовал, пробуйте. А ты пробовал уже, да? Да. Это также производство этого завода. Отлично. Мед. Левкадия. Это что такое? Олей. Не знаю. Мед. Мед. Купите. Ящик вина. Получится. Скидывистый. Все через бутылок. О, как. И вино продается даже уже охлажденное, друзья. Ценники тоже висят. Можно посмотреть. Сделаем поближе. Сделаем поближе, чтобы все разглядели. Ликурь. Вот, напомню, такое шимпанское с устрицем наливали. Я ему, к сожалению или к счастью, не попробовал. К сожалению. К сожалению, думаешь, да? Да. И я домой возьму себе бутылочку и поставлю в коллекцию свою. Потом когда-нибудь отдегустируем. То есть такое разнообразие. самое классное, что все охлаждается. То есть тут же взял. И, в принципе, я бы не сказал, что цена, значит, сильно кусается. Вон я за 210 рублей нашел. Какое вино будем разыгрывать? Я предлагаю в конце определимся. Друзья, у нас сегодня будет розыгрыш. Такой же, как и в прошлый раз. Все, как бы, условия мы напишем вам в конце. Здесь. Тимели Белон. Розе. В общем, разнообразие. Ох, как красиво. Тыкву. Мы, кстати, ехали, тыквы продавались по 5 рублей. Дегустационное меню. То есть здесь когда-то что-то можно было продегустирует. Сейчас я, к сожалению, не вижу. А там кухня происходит. Колдовство. 210. 230. Каберне Савиньон. Наруал. Дороги тоже интересно. Дороги, получается. Дороги, получается. Дороги. Дороги. В премиальном. В премиальном, да. И какие сейчас вины выдерживаете в этих супер подвалах? Это линейка Левкадия. Это линейка Ликурия. Частично. Опять же. Это, которые почти миллионы игристые. Это все там. Спасибо за информацию. Вот нам уже рассказали про вино. Что были хорошие подвалы. Тут, короче, смотри, есть такая тема. Можно вот эту краски линейку, но разыграть, допустим, не одну, а пару или тройку бутылок сразу в подарок. И смотри, допустим, или одна вот такая, допустим, или на эту цему 6 бутылок вина, которого больше не будет. Правильно я понял вас? То есть вся эта линейка закрыта. Ну, да. Опять же, смотрите, вот еще у нас была замечательная линейка Ликурия Эрмитаж. Здесь было две позиции красных вин, две позиции белых вин. У нас когда-то был заключен контракт именно с Эрмитажем по поводу нанесения на этикетку, на нашу, при продукции картин, новинную тему. Вот. Эта линейка очень хорошо у нас разошлась. Цена осталась прежняя, мы не стали ее поднимать. И отчисления шли от каждой бутылки, шли отчисления на содержание Эрмитажа, да. Кстати, к этой бутылке еще была выпущена вот такая вот книжечка. И поэтому, если кому-то вот так вот на подарок что-то, очень интересное есть, что рассказать и есть, как вот красиво подарить. У нас линейка, есть коллекция холостяка. На каждой этикетке у нас размещен силуэт нашего инвестора, который на тот момент именно был холостяком. Он сам выбрал те вина, которые должны присутствовать в этой коллекции. И эти вина вы нигде не найдете в продаже в рознице. Они только у нас. Эта вина приобретают, условно, именно те коллекционеры, которые вот, которые собирают свои вина. Для коллекции вина. Но нам надо пить. Нам не подходит. А там, кстати, есть шедевральная вина, вообще сказка. Шедевральная сказка. Хорошо. Спасибо. Так, идем, Николай, я обещал там дальше экскурсию провести. Хотела по поводу сыра спросить, можно ли у них дегустировать. Так, сейчас мы находимся внутренним на дворе ресторана. Вот то здание, про которое я говорил. Вот он имеет такую форму интересную. Сколько людей сидят в ресторане. Да, можно сидеть, кушать. Что-то на улице, я посмотрю там внутри. То есть очень много, столько занятых. То есть востребованное, в принципе, место получается. И посмотрите, ну, туда вход в ресторан, довольно-таки. Классно. Ну все, давай двигаемся дальше. Мы решили выйти еще на полянку перед рестораном. Надо посмотреть, оценить атмосферу. Ценники можно посмотреть, что почем. Вот что-то здесь не пройдем, а там у нас жених с невестой еще за окошком. Ну, симпатичное место. Получается, вышли из винного магазина и сейчас двигаемся. Николай говорит, просто восхитительно красивое место. Я тебя правильно понял? Правильно понял. А вот кот ходит туда, смотри, он под кондиционером поселился. Да, вот раз устрец наелся и туда пошел. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Бискультурный Николай, не пропустил девушку. Она не захотела идти просто. Ой, какой красивый мальчик подошел. Не договорила, поэтому... Кстати, Николай у нас абсолютно холостой. Красота. Не надо, не надо. Беги, беги. Беги, друг. Просто беги. Николай, где ты был? Ты мог просто ехать во Францию и то же самое делать там. Только с мулатками. Беги. Мы только что хотели найти тебе невесту. Видать мне судьба. Я здесь слишком молод. Красиво тут. Ты понимаешь, что мы приехали где-то в деревню, ехали, ехали, ехали тут. На. Просто локэшн бомба. Это, знаете, что происходит с деньгами, когда человек, который любит свое дело, вкладывает их в свое производство. Вот так это все выглядит. То есть мы пришли. То есть вы с ресторана выходите сюда, любуетесь. Лаванда растет. Здесь люди ходят и пробуют виноград или что? Пойдем пробовать виноград. Еще. Мне сегодня было мало. Да. И востребовано. Только нужно обойти. Обойдем. А вон, наверное, девочки там в Балаванде фотографируются. Ух ты ее. Ой, я чувствую, наша Александра сейчас ее бомбанет. Да, как-то так. Я прям уверен в этом. Хорошо, что у нас сегодня есть Александр. У нас будет топ фотографии. Посмотрите, какая красота. Это просто нечто. Я не могу еще подойти, но показать вам хочу. Так, ну пойдем, найдем наших. Я еще раз хочу повториться, дорогие друзья. Несите дома, поскольку, как видите, даже в деревне можно найти такое красивое место и получить массу удовольствия. Ну нереально причем удовольствие. Очень красиво здесь. Ну не увидим мы в обычной жизни такого. Я с тобой полностью. Вот, Николай, вот сейчас вот как никогда согласен, потому что фантастика. Да. А сегодня уже конец октября, и мы просто гуляем вот без курток. Сегодня 26 октября. С утра было прохладно, сейчас около, наверное, 16-17 градусов. Очень интересно. Температура просто шикарная. Мне кажется, даже на солнышке градусов под 20, потому что мне становится немножко жарковато. А я сейчас буду покупать везде пиво и пробовать. Окей. Здесь проходили, заходили, но решили все-таки зайти глянуть, что здесь у нас за помещение, с чем здесь занимаются. Здесь у нас, ух ты. Красиво? Красиво. Это прям вараритетный такой экземпляр. Очень интересно выглядит. Все, посмотрим, что ребята здесь делают. Делают ребята здесь пиццу. Можете рассмотреть, разрисовка, пищите дорого или нет. Можно за 100 рублей купить бокал вина. И вот прям здесь при вас все это происходит. А вот этой печи, пицца, собственно, и запекается. О, там фантастика. Красота. Ну, ребята тоже здесь сидят, отдыхают. А мы покидаем это место. Смотрите. Николай решил попробовать улитку. Что, мы все пробуем? Акция. Две улитки за 100 рублей плюс бокал. Опять вас разочарую, я елок до этого. Ты всеядный, да? И я коллекционер вкусов. Мне прям уже интересно становится. Сейчас посмотрим на твое лицо. И если что, ты можешь пока сбегать бокал вина этого пива себе взять, чтобы тебе полегче было. А пиво у нас я здесь показывал, что почему наливают. Бегали 50 рублей. Одна штука. Сосиски 150 и крафтовое пиво 200 рублей пол-литра. Здравствуйте. Расскажите про ваше блюдо. Что это и как это? Здравствуйте. Это улитки. Очень круто, по самом деле. То есть, выглядят они вот так вот слизи, да? Да. Они вот так выглядят. Отсюда у них харчит нога и они потихонечку ползут. Ну, вот как изображено на этой статуэтке. Вы долго за ними бегаете? Нет. У нас загон, поэтому они далеко от нас не убегают. Мы их собираем, отправляем на передержку, где они очищаются полностью. После этого мы их промываем. А как их очищают? Ждем. Только время и вода могут очистить улитку. Потом, что дальше с ней происходит? После этого мы их варим. То есть, она не свежая? Нет. Это уже не устрица, это хорошо? Нет, нет, она не свежая. Мы их варим. И, как и рапанов, вот чуть-чуть отварить и их можно уже вытаскивать. Уже есть. Вытаскивать, обрезать все лишнее и ненужное. Потом опять закидываем, варим около трех с половиной часов с пряными травами. Затем они готовы. Мы смешиваем масло с зеленью, с чесноком, фаршируем профитроли, которые до этого также выпекались. Конечно. И готово. Остается только разогреть и можно тушить. Попробуйте. Сейчас я не буду. Николай! Так, Николай пришел. Как горячий. Господи. И? Ну, устрицы лучше. Есть. Ну, это, наверное, более классический вкус, который к тебе подойдет, нежели чьим устрицы. Пробуйте. Живой. Есть. Аааа. Ты живой? Я. Глаза покажи, точно все хорошо с тобой? Все отлично. Отлично. Ну, давай попробуем. Рассказывай. Никогда не думал, что это случится. Ну, чтоб она не выпала. Он создает съемки защитные. То есть, он ватный. Возвращается. 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 Очень хорошо протягивает. Главное не думать. Это улитка. Молодший сволочек. На самом деле, как будто съел кусочек сала с хлебом с чесночком. Главное не думать, что это улитка. Так, что мы там должны? Ну, хорошо. Простите. Пока да не знают. Вы не потихонечку. but зачем, когда пожалуйста забcrit на праздник. Поэтому. Мы не оригинали, что, когда говорили у First's war. Андрей Алексеевич завтракал. Я. У тебя внутри меня, когдаahrenа Comic'o TU Desert нет считают очень плохо. Whether to. Постой στην банку. Может бытьrire сыграничку Максим실. Ну, если он Raviun горячий Maybech ж сам. я с ним контролирую чтоб не нажрался он просто внести меня он забудет да фиг с ним или автор и стакан это был выпускник потому что на гамбур еще раз так николай пробовать пила за 250 рублей пол-литра я думаю за 200 до я думаю что записал у меня накормил ручек гад улитками тех улитки сам запевать его мне нечем запивать не эта проблема на самом деле ничего не проблема по что улитки были первой свежести так как три на они были чудес ну и как тебе пиво на вкус вкусные улитки девочки свином можно еще пивом немножко их там вы попробуйте вкусно пиво светлое такое текучие плотная и мерзко с горчинкой потом те кто любит горчинки я думаю что им понравится обязательно да шикарный отзыв я думаю уже люди тех кто сейчас не пьют но хотят но пустили двигаемся дальше ищем наших они стоят за полом какое михаил как тебе пиво какого-то вот еще один человек то есть любитель у нас оказался один но я что-то будем проводить здесь найдем вкусно жареную более мягкой нейтральной так все ждут меня на плове бежим ты же не в курсе я сейчас только что съел улитку ты ел ли так ел виноградный ел а мы же обсуждали да саша не смогла в общем прикольно как кусочек сала так друзья мы со самым главным нашим блюдом пришли то ради чего вообще сюда все ехали на все дорога когда мы ехали сюда обсуждали как на вкус будет плов были ли какие-нибудь сложности приготовления вас сегодня сегодня праздник через праздник готовим праздничный плов то есть это тоже праздник запах стоит просто нереально мне больше нравится как мастер насыпает плов то есть или счет просто красава в этом фоне у меня залипаю я пса вижу так мастерский чпок-чпок-чпок залетел самый лучший плов мне кажется вот это праздничный мой любимый самое смешное представляешь мы ехали на фестиваль ради плова вот клянусь ради этого чтобы посмотреть ребят на выезде попробовать страны еще друзья показать что вы понимали что здесь происходит смотрите это все стоят ребята за пловом которые дождались очереди и получают нашу вкусняшку красота наше празднице продолжается мы как-то раз видели ребят которые выступают барабанами городе-курорте анапа и сегодня они здесь продолжают свои выступление городе-курорте анапа и вынесли Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Лучше, чем улитки. Не напоминай, мне по-брянски это очень прошло. Вот смотри, не всем нравится получается праздничный плов, кому-то нравится больше классический плов. В данном направлении плова очень много. Мне из-за того обилия вкуса, то, что здесь столько всего, понамешано. Этот плов самый вкусный для меня, вот именно праздничный. Я, честно, даже другие и пробовать особо не хочу. Не забывайте лайк, мы продолжаем наш вечер. Итак, друзья, это Николай ел, он плохо ел, у него 8 из 10. У всех остальных, я так понимаю, отлично, да? Достоин лайка, я тоже так уверен. Пошел сейчас, купил пока в мобильной кофейне кофе 100 рублей, американа. Большую чашечку мне заварили и наш вечер продолжается. Сейчас подкрепимся, зарядимся и пойдем кушать мясо. У нас сейчас пока перерыв у барабанщиков и будет анимация с детками опять. То есть очень много мероприятий, чтобы с семьями приехать отдохнуть. Вы видели, какая территория, можно ходить посидеть возле озера, подгулять, там аттракциончики стоят. Просто мы только начали, вы еще, ребята, ничего не видели. А мы уже все посмотрели, конечно. Ну, а мне еще осталось вот туда прогуляться, там я тоже еще не ходил. Николай уже стоит. Прям хотели, ждали все этого процесса. Можно понаблюдаем? Вообще красота. Ты в очереди стоишь главное, главное? Становись. Михаил, занимай очередь. Фантастика. Сколько по времени он должен готовиться вообще? Четыре-пять часов. Четыре-пять часов крутиться на вертеле. А какая самая вкусная часть у него? Все. По-сербски, кто-то сам поджарит, нет у него вкусной части. Ага. Ох, по-мастерски вообще. Да, аромат, друзья, вы почувствовали этот аромат, а? Это вообще ни с чем не сравнимое. Ну, а здесь дядя Рокер приехал. Здравствуйте. И сейчас все будет на кусочки и поехала. Душа в рай. Триста грамм шейки. Триста грамм шейки. Михаил, ты там очередь не пропускай. Что-то, кажется, мы не попробуем. Это прям вообще грустно будет. Вот ты пошел за бараном, ты почему очередь не жалил? Я могу поставить, баран готов или не готов? И все. Он был готов. Готов? Вот ты здесь. Ладно, выходит, посмотрим. Печалька. Просто столько народу сразу, все за бараном. Тут люди стояли очень долго. А для того, чтобы попробовать это мясо, ну, видать, нам не судьба. Триста, пятьдесят, да, семьсот, десять, семьсот рублей. И венеца. Вообще шикарно. То есть можно заказать себе часть еще, та, которая осталась. Я даже не знаю, что будет тут самое вкусное, но вот. Люди счастливые. Те, кто в очереди, кто в тострое. Будем надеяться, что нам достанется. Кле. Самое вкусное. А вот как? Я не знаю, но порцию нормальную. Триста грамм примет. Триста, четыре, что больше. Репшки, что любите? Репшки или задней части. И то, и другое. Ну, давай. Значит, все-таки самое вкусное ребрышки. Красота. Можно спросить, почему такой красивый костюм? Это прям в честь фестиваля? Вот именно в честь этого фестиваля так оделись? Вообще красота. На самом деле, самый тематический человек этой вечеринки. Откуда вообще сами? О, это наши земляки. Отлично. Вот так вот она покрасила выглядит у нас же. Вообще прям огонь. Как баран тает. Второй человек, уже почти барана нету. Тут на три-четыре человека, короче, барана. Вот так вот, ребята. На следующего надо стоять прям, наверное, в очередь большую. Ну, я думаю, когда-нибудь в другой жизни мы его обязательно попробуем. Мы там за бараном, понимаем, не достоялись. Расстроились, плакать хочется. Ну, по крайней мере, мы посмотрели, как его разделывают. Посмотрели на такого прекрасного представителя нашего любимого города-курорта Анапа, который приехал на Октоберфест. Действительно так по-баварски, что ли, выглядит. Чтобы я боюсь, ну, правильно все это произнести. И создал свой колорит. Самый красивый, кстати, представитель, который здесь есть. Мы же пошли в другое место, на точку. И будем ждать вкусного шашлычка. Данный шашлык выглядит именно так. Я, наверное, даже больше, чем попробовать просто хочется. Покажу там дальше, когда будет нам накладывать. И очередь на барана тоже поредела. Потому что все поняли, что барана не достанется. Мне хватит. Вообще прям немножко обидненько, да? Рокер пошел за мидиями. А за устрицами. За устрицами, да. Надо пойти посмотреть, как гурманы их едят, да? В больших количествах. Ну, я думаю, что то же самое, так же, как и вы. Ага. Здесь у нас Николай помогает людям и красивым девушкам. Дал налички, девушка мой переводит. И это хорошо, да? Люди потанцевали под барабанщиков, поучаствовали в мероприятиях, погуляли по территории и все потянулись на футкорты. Здесь всего не хватает. Баранину на этом месте уже нету. Картофеля в 3 постоянно не хватает. Вот мы стоим, тут ребята не успевают потянку готовить. А, вот это, да, продажи, платежеспособность населения, говорят, упало. Не слышали такого. Не слышали вообще. Просто деньги есть, не продают. Луши не облокачиваются. Да, да, да. Ну, тут отовсюду мангал, и все летит. А ты переживаешь за то, что ты любитель приложить со ручкой. Последний баран пошел. Рожки да ножки. Ножки забрали просто там, где вообще есть нечего, и то забрали. Ты понимаешь? О, фричка. Ну да, и очень сработает сосал. Да, все, смотрите, баран кончился, и все разошлись. Собственно, вот так это и было понятно. Я еще в самом начале понял, что там ловить нечего, и ушел. Все, мы идем дальше. Фри. Ну, покажите, как они выглядят. Два, четыре, шесть. Не знаю, ну. Сколько этих порций нужно? Я не знаю. Раз, два, три, четыре. Ты сколько мяса съешь? Четыре порции, наверное, хватит. Тебе одному. Давай перекусить. А свинина, сколько порций? Три порции? Три порции пока есть свинина. А это курица? Это курица. Ага. Свинина, три порции. Значит, собираем три порции и ждем дальше. Четыре порции нам нужно. Курица тогда. Тогда и курица. Тогда курица две порции. Ну, давайте три. Это потом наледят и не будет три. Пойдите, пожалуйста. Так, тут мы уже дождались. Это свинина, баранина инету, курица две порции и картофель-фри. Это все 1800 рублей. Нормальная еда подъехала. Да. У нас пошла живая музыка под гитару. Мужчина поет. Хорошая, душевная. Девочки уже тут получают удовольствие. На тот баран попади еще попробуй. Ну что, давай, Николай. Пробуй мясо, ты так хотел. На 1800 мы могли взять очень много мяса. Как? Живого барана могли взять. Вкусно. Александра. Достойно. Ну, тогда, значит, уже не жалко и не обидно. Давайте я ее попробую. Слушай, ну мне, походу, не повезут. Мне больше всех подвинял. Во мне, вроде, он, видишь, не зажарен, не засушенный. Но мне какой-то кусок мяса, ну, просто не повезло. Я его вот укусить не могу, видел? Я думал, у меня же глаза были. Ну, а так попсолен нормально. Давайте я сначала свой отзыв дам вам за шашлык. Первый кусок, я вообще его еле откусил. Но по вкусу он был нормальный. Я думаю, ну, уже второе, смотрю, ребята кушают, у них все хорошо. Мне повезет и все будет классно. Но, нет, не повезло. Все было еще хуже. То есть, я вот, короче, шашлык мне не зашел совершенно. И картошка фри, ну, с пяти до десяти. То есть, там, думаю, та, которая с сосисками жарилась, с колбасками, надо ее эти попробовать. Но аппетит разогрелся. Барана не удалось. А тут уже первое место в очереди. Еще все кончается. Разогреваемые таким вот накупили. В общем, плов был самый бомбовский сегодня. Устрицы и улитки – это такое, ну, это как-то экстравагантно. А вот наелись пловом. Сейчас спросим ребят, как им. Михаил. По мясу, ну, съедобно. То же самое, пятерка из десяти. Как бы, можно и лучше. Ну, если честно, я лучше мясо готовлю. Но куски у меня были хорошие. Я резал и давал пробовать Юре. И он действительно сказал, что то, что у него и у меня, как будто в двух разных точках было куплено. Мне мясо понравилось, но я могу сделать и лучше. Я вообще, как самый наглый, стащила самый маленький кусочек, и он оказался вкусным. Но я все равно ела вкуснее. Все лето это намного вкуснее мясо. Мне не повезло. Да ну, мне. Вот так вот бывает, друзья. Но мы продолжаем наше веселье. Не испортить невкусный шашлык. Мне, по крайней мере, настроение 100%. Выбирают короля фестиваля. Итак, мужчины. Действительно, с девушками, чтобы вы просили, как мы будем выбирать королеву, это чуть дальше. Сейчас с вами все очень просто. Вот идет король настоящего фестиваля. О! О! Вот это прямо. Это анапчанин. Да, понимаете? Да. Я думаю, это действительно будет. А это анапчанка. Пожмите, да, пожмите друг другу руки. Вот прям вы, прям, мне кажется, прям с актов и феста с Мюнхена, да, приехали? Прям целиком. Целенаправленно. Я понял? Друзья мои, огромная просьба. Это домосекция. Сейчас я повернусь немножко профилем. Появитесь, пожалуйста, к людям профилем. Да, встаньте боком. Вот это парня номер три. О! Я! По-любому. Конечно. Друзья мои, давайте по-честному. Действительно, кто, по вашему мнению, может претендовать, и еще раз повторяю, название, конечно же, человека, который стоит королем данного пивного фестиваля. Итак, еще раз. Кто за мужчину номер один? Кто за мужчину номер два? Понятно. Кто за третьего? Я, с вашего позволения, как мне кажется, я могу ошибаться, но, с вашего позволения, оставлю участника номер два и номер три, да? Потому что за вас, в принципе, и кричали громко, особенно мужики почему-то, я не знаю почему. Но в целом вы прям соответствует. Вам спасибо огромное, простите, но как бы рано вам еще, рано быть королем пивных вечеринок. Итак, мужики, два участника у нас, конечно, которые претендуют на звание короля данного фестиваля. Поэтому сейчас мы будем вам завидовать, а вы будете употреблять пенды. Собственно, на счет три, кто быстрее, кто первый поднимает пустой стакан вверх, тот и побеждает. Готовы? На счет три. Раз, два. Нет, давайте все вместе, друзья, поддержите. Давайте все вместе почитаем. Так, раз, два, три. О, она подперед! Все, я правильно голосовал. Возвращайтесь, вы добьете с радостью с удовольствием. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Ну, а вы, конечно же, побеждаете в данной ситуации. И я отправляюсь за подарками. Вы с этого момента действительно хмельной король, а точнее король нашего октобэфеста. Я вам, естественно, вручаю. Да, да, да. Такие вот чудесные. Так нет, в таких костюмах приехать, а это дома сердца. Да. Очень красота. Вам придется заменить головной убор. Теперь у вас есть корона. Прошу вас. Прошу вас. Все. Хмельной король на ней написано. Все по-честному. Все как надо. Вот. Человек в образе. Это замечательно. Вам вот такую замечательную, конечно же. От души она по лайкам. Вам такую замечательную пивную кружку от Долины Левканя. Прошу вам это вам. Конечно, наслаждайтесь. Когда первый этап прошел благодаря мне. Далеко не убегайте. Будете где-то я расставлюсь. Сейчас мы все королевы берем. И вообще будет что-то интересное. Расставятся собрались. Все девушки, которые пришли в нарядах действительно на октобэфест. Я приглашаю вас сюда, к фонтану, в центр площади, где мы сейчас будем выяснять, кто же является самой главной хмельной королевы. Готовились, пришли, приехали. Так, девушки, ну давайте сначала познакомимся. Как зовут? Елена. Елена, откуда приехали? Новороссийск. Новороссийск. Хорошо, вас. Я, Марьяна. Я делаю так, чтобы люди наслаждались в Краснодарском крае винными производствами. Хорошо, как вас зовут? Меня зовут Светлана, я живу в Фанапе и наслаждаюсь с винами, в которых вы производите в Краснодарском крае. Это вы сейчас полбала ей прибавили, понимаете? Хорошо, хорошо. Да, да, с Анапы приехали к нам в гости. Замечательно. Скажите, пожалуйста, как зовут, откуда вы? Я Ирина, я из Крымска и я фанат Левкадии. Вот так вот, понимаете? И человек зарабатывает плюс два балла, понимаете? Сразу, автоматически. Фанат Левкадии? Хорошо. Я просто... Мужчина есть у вас? Есть, да? Хорошо, повезло ему. И подженился. Я просто хотел, чтобы покажете, я вам поаплодирую лично. Лично буду аплодировать. Итак, а можно чуть-чуть микрофончик добавить? Чуть-чуть капельку. Спасибо большое. Итак, слушаю ваше представление, вашего наряда. А я хотела бы немножко напомнить историю этого праздника. Почему мы здесь сегодня все собрались? Дело в том, что 12 октября 1810 года состоялась венчание принцессы Терезии и ее мужа короля. Соответственно, она стала королевой. Так что мы сегодня собрались отпраздновать праздник «Октоберфест», который как раз и олицетворяет собой венчание двух короля и королевы, которых мы сейчас и выбираем. Собственно, у нас очень символичный конкурс. Естественно, очень символичный конкурс. И я хочу сказать, как грамотно вы ушли от ответа про свой наряд. Вам нужно в депутаты. Вам нужно в депутаты, да, я слышал, что они так делают. Хорошо. Представление вас, пожалуйста. Мой наряд в Дилдри – это национальный наряд немецких ирландских поселений. Я очень люблю пиво, я очень люблю этот праздник. Я об этим не гордилась. У меня меня живет в Германии. И мы собрались на следующий год туда поехать, отпраздновать его по-настоящему. И мой глубокий вырез – это репетиция, да. И бать все повстанческий, женский такой репейл просто. Хорошо. Зови еще один. Вообще нормальная такая музычка, заходит прям. Девушка номер один. Вообще молодец, отлично, умничка. Поддержим, поддержим, аплодисменты и друзья. О, как раз какая-то Анапа, Анапа, ребята. И девушка номер четыре. С воздушными поцелуйчиками. Кто за девушку номер три? Кто за девушку номер четыре? Так, максимально непонятно, давайте договоримся так. Кто аплодирует, допустим, за девушку номер один, за девушку номер два уже не аплодирует. Да, вот так по-честному сейчас будет, потому что так невозможно выбрать одну единую. Королевы фестиваля, я приглашаю вас в Лена Центр, отправляюсь за подарками для вас. Это у нас королева, поздравляем ее. Это у нас анапский король. Разлучили с женой, выбрали его поболоже. Оп, 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 пошла зара, друзья. Самое главное, не победа, а участие. То, что все красавицы создали нам праздничное настроение на действительно классном празднике жизни. И это прекрасно. И в этот момент, когда не загружились, в Левкадии, это вам, конечно. Вот это подарок, из долины Левкадии. Из долины Левкадии, тоже вам. Вы теперь будете сдадыком не только вина, но еще и пиво. Спасибо вам огромное. Ну и корона. Ну и конечно, с вашего позволения, я вот так вот, как обычно делают на супер-мега-крутых мероприятиях, вот так вот сделаю с этого момента. Вы королева фестиваля. На королеве у вас это мильная королева. Я надеюсь, что к концу вечера так и будет, да? Главное, король и королева вместе. Вот так вот красиво. Это прям, вообще, самый, наверное, шикарный кадр. Молодцы, молодцы ребята просто. Давайте теперь все вместе, кто в костюмах, кто в костюмах. Отходит вечер, друзья, настроение зашкаливает, градус у мероприятия поднимается так же и становится все веселее и веселее. Только что произошли выборы короля и королевы. Я рад, что повлиять смог немножко на выбор короля. Он у нас анапский. Ну, с королевой нас не хватило в группе поддержки. Надо побольше приезжать от Анапы. Там тебя не было видно. Покажи, как ты хотела. Хочешь барана? Главное, не подгореть. Ну, если вдруг нам достался хоть кусочек, вот просто хоть попробовать. Саша, давай, хватаем и бежим. Машина недалеко. Побежали. Побежали. Ладно, мы шутим. Ну что, Николай у нас недоволен, я так понимаю, да? Организация. Ну, он в конце об этом расскажет. И танго. Ансамбль нон-стоп, друзья. Продолжается у нас танц. О, тут смотрите, что происходит. Вау. 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 Мужики, жалко, вас тут нету. Прям я хочу сказать, я за вас понаблюдаю. Покажу, а то мне постоянно говорят, что ты постоянно смотришь. Я вот сейчас занял сам, наверное, правильный ракурс. Сзади его это лучше видно, я так считаю. Ну, можете, конечно, не прав. Может, лучше наоблосить спереди. Но там просто солнце, на самом деле, все именно из-за солнца. Красота. И сейчас, представьте, на столько девушек я вижу только одного танцора. Только один мужчина. Вон он там стоит. А в это время на вертеле жарится мясо. Вот это для мужиков, наверное, будет самый интересный вид. Давайте посмотрим. С другой стороны чуть-чуть. Вот, видите, почему я сидел с той стороны, потому что там видно было гораздо лучше. С этой стороны немножко затягивает. В общем, развлекательная программа довольно-таки интересная. Я не снял только гитариста. Ну, а здесь по форту. Все очень классно. Она чуть меня не пригласила в танец. Очень-очень-очень интересная, развлекательная программа. Посмотрите, сколько данных танцев собрали уже людей. Гораздо больше, чем выборы короля и королевы. И это, на самом деле, очень хорошо. Я рад, что люди любят посмотреть. И еще раз хочу сказать, сюда вход ничего не стоил. Абсолютно бесплатно. Платите только за угощение, которое мы уже практически все продегустировали. И очень много чего понравилось. Единственное, пока минус мясо. Ну, как заразбирали барана, я думаю, что баран был вкусный. Вау, вау, вау. Все, до мурашек. Бедные родственники, пойдемте посмотрим, какие еще красоты остались у нас за кадром. Прогуляемся. Помимо шашлыков надо что-то посмотреть еще. Мы не были еще. Да, 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 мы именно туда и двигаемся. Посмотрите, у нас солнышко двигается к закату, окрашивая все в очень хорошие, красивые, желтоватые краски. И Александра идет фотографировать Светлану. Ура. О, а здесь у нас ребята были обнаружены виси. И смотрите, как они красиво обозначены. То есть это мужская комната. А я все думал, где это место? Это женская комната. Ну и посмотрите, что мы. Мы точно где-то в полях, да? Фонтан, ребята. Да ладно. Как тебя? Очень красиво. А ты еще не видел, что там? Я тебе серьезно говорю. Я вам кружочек быстро сделал, потому что такие интерьеры видеть надо. И посмотреть их, я думаю, будет вполне интересно. Здесь с левой стороны, видите, тоже аллейку делают. Еще фонари не установили. Там дальше будет какое-то очень интересное сооружение. Там на входе фонтаны, вы помните. И здесь можно наслаждаться. Тут в будущем, я так понимаю, что тоже появится фонтанчик. Ну и, собственно, можем посмотреть отсюда сверху, как происходят танцы. Атмосфера немножко другая, чем мы были в Новороссийске. Но и какой-то свой шарм здесь тоже имеется. Существует, когда ты идешь, а тут вот так вот. Красота. Вау, просто вау-эффект. И развитие, развитие, понимаете? Видно, что это не сегодня, вот сделано. И на этом закончили. То есть вот туда будет тропинка. Туда будет тропинка. Здесь планируется дальше земля. И такая красавица. Еще статуя с улыбающей змеей на плече. Классно. Просто классно. Собственно, выходной, мне кажется, вот именно в атмосфере, и вот вместе в таком побывать, он очень получается задорным. И нереально классным. И посмотрите, в ту сторону. Машины, парковочка. Все организовано. Ну вот, кроме, кроме чего, Николай скажет. Кроме качества еды и очередей, мне кажется, если мы можем сейчас, на сегодняшний день, можно остаться с двумя фестивалями. Тот, который был в Новороссийске, видео есть на канале, посмотрите. И то, что есть здесь. Да, я не спорю, есть людей наверняка больше, кратно, чем это было в Новороссийске, поскольку вход бесплатный. Но образуются огромные очереди, фудкорт меньше, чем был там, а людей больше. Поэтому за качеством еды навряд ли кто-то смотрит, чтобы это прям было вкусно. Дорого или дешево, каждый определяет самостоятельно, но это должно быть вкусно и приятно кушать. Вот. Устрицы, да, мы кушали. Устрицы великолепные. И мы попали, еще не было много людей, и мало оценителей этого всего дела, поэтому они были великолепны. Мясо, ну вообще на троечку, наверное. Плов ребята делали. Вот он самое вкусное, что было здесь, и все, что можно было покушать. Ну прям с удовольствием я его съел. Ты говорил восьмерочка, а оказалось, что это вся десятка из соток. Нет, мы говорим относительно плова, который я ел в своей жизни. Вот. Он был действительно вкусный. Кто не... Если у него будет возможность попробовать, обязательно пробуйте, он великолепен. Вот. Мясо, ну нет. Пиво. А кто Барфес, по идее, должно быть там, хотя бы десяток, наверное, да, людей, кто пиво крафтовое, кто дома делает, кто там в частной пивоварне приехать, выступить. Ну вот их здесь нет. Мне кажется, никто не рассчитывал на такое количество людей. Но это не наша проблема, как гостей. Они рассчитывали. Мы нас пригласили, грубо говоря, вы дали кличи в соцсетях, что приезжайте, рады будем видеть, и рады будем гостям. Мы приехали. Дайте нам возможность нормальным покупать еду себе и пить вкусное пиво. Потому что, что мы попробовали, ну, не знаю. Пива нет, да? Ну, нет, я вот пью кофе сейчас вот. Хотя я ехал с таким островом. Хотя я имею полную, да, возможность в субботу выпить полноценный бокал пива. Я не допил ни одно пиво, которое мы купили. Да. Я не нашел то пиво, которое мне понравилось, что я прям в охотку, в теплый осенний вечер могу выпить бокал пива. Нет. Нет этого. А кто Барфест? А кто Барфест? Очень много детей. Семейный отдых. Озера, анимация, концерт, вход, парковка. Все, что зависит от организаторов, все выполнено великолепно. Потому что мы заходили в ресторан, пожалуйста, то, что принадлежит Левкаде, садитесь, присаживайтесь. Официанты все красивые, все в форме на одежде. Администрация, которая здесь контролирует отдых людей, также охрана имеется. Все для того, чтобы это все было максимально людей приятно и красиво. Поэтому мое мнение такое. А такое мнение получили просто из-за того, что Николай перепробовал реально все пиво, которое только было, и ему просто ни одно пиво не зашло. Возможно тут, понимаете, немножко тонкая грань, что оно вкусное для кого-то, но не для тебя. То есть печально, что на мероприятии, которые называются Октоберфест, в честь пива Николай не нашел пиво, которым было бы по вкусу. Я думаю, что это не дешевое, ребят. Я хочу заметить, что бокал пива стоит от 150 рублей. Хотя в Анапе там есть бойлерное пиво, литр стоит 110. Ну, то есть даже за нормальные деньги нельзя попить вкусного пива. В Анапе есть ресторан, где пиво по 300 рублей. Не хватило качества, не хватило. Не хватило количества просто вкусов, чтобы можно было подобрать тот, который именно тебе нравится. То есть хотелось бы, наверное, больше производителей видеть на таких мероприятиях, которые бы продавали здесь свое пиво. Тем более, есть кому продавать. Здесь собрались истинные любители, наверное, этого напитка. Потому что людей с вином, я не сказал, что я где-то видел. Там, конечно, в многих местах предлагают именно шампанское, там, либо вино. Но все идут с пивом. Люди сюда приехали пить пиво, которого крайне мало и которому просто бешеные очереди. Ну, звали же на пиво людей, а не на вино. В том очереди и смотришь на людей, и думаешь, блин. Это я пока достаю, уже 10 раз в туалет, грубо говоря, сбегаю. Но при всем при этом находимся в великолепном месте, где очень красиво. На какой-то, наверное, самой верхней точке, которая есть в этом районе. С нее обозревается великолепный вид. Ну, душа радуется, мне нравится. Не попили пиво, то пообщались и познакомились с новыми людьми. Помогли девочке, которой не было наличных денег. Ну, такие моменты. Мы еще не закончили обзор, пойдем погуляем. Ну, пойдем. Здесь у нас небольшая фотосессия. А куда она побежала? Ну, на дорожку. Михаил, что у вас, как у вас, зашло, не зашло? Из пива только пшеничное. Самый оптимальный, средний вариант. Которое пятибельно. Ну, все остальное, крафтовое, вообще пить невозможно. Что вы мне еще угостили, как я вот не знаю, тоже называется, тоже горькое. Противное, его можно написать горькое. Недорого. Так недорого, 250 рублей на 5. Афигеть, блин. За что? За что? Так, ну, а в целом, как те мероприятия, места? В целом, красиво, интересно. Для выходного дня вот так посетить приятно. Это самое главное. Спасибо. Да, походу, вот именно на этой дорожке мечтают сфотографироваться все. Смотри, какие ели здесь. А-а-а. Ели. Сосны, господи. Да, колоречивая секунда, смотрите свои вещи. Тут виноградик посадили. Кого? Да, ты посмотрите, это очень важно. Это губничный швы сделали, чтобы бетон не лопался, и он не лопнет. Кстати, в ЖК, как называется, который тебе нравится больше всего? На какой мне больше всего нравится? На который недалеко твои работы. А, в Кавказ? В Кавказе. В Кавказе специально проходили вениками, такими жесткими. И там же тоже много бетонного залито. И тоже нигде ничего не лопнуло. Ну, потому что есть разгрузка, да. Не, я не сказал, что это любимый мой, я просто говорю, ближайший к моей работе. Вот так. Ну, да, удобный для тебя, для проживания. Вот так. Любимый, не знаю, но пока неудобный для тебя по джигам. Ну, к сожалению, да. Так, здесь все. О, а почему не хочет телегу? Вот видите, какая интересная тележка здесь тоже с тыквами. Все такое, осенней атмосферы. Да, мы сейчас возвращаемся вниз, где мы были, и мы ведем девочек, получается... Как назывались эти цветы, господи, их постоянно забывая? Лаванда. Лаванда, да. К лаванде идем. Здесь, чтобы смотреть, каждое дерево. Ну, очень много труда вложено в красивую территорию. Это, бессомненно, очень круто. Здесь дальше будет тоже, походу, какая-то шоу-программа. Мы видим, что здесь только все начинается, подключается аппаратура. И уверен, что будет еще интересно. Тут на улитке, смотри, вроде тоже люди подошли. То есть, у каждого есть свой ценитель. Как ценителя. Ну, мы идем на площадку детскую. Так, смотрите, мы здесь уже проходили в винный дом. И сейчас выходим, вот, я сказал, детскую площадку. Ну, можно ее так назвать, здесь есть несколько качелей. Ну, нормально. Здесь очень чувствуется, да? Косенняя детская площадка. Покрытие, откуда-нибудь интересное. Под ним, я так понимаю, песок и сверху пластик, чтобы не растягивали. Очень удобно ходить. Смотрите, сколько здесь взрослых с детками. Лазают по канатам, по сеткам. Прямо, знаешь, больше поиграть. Негде было, все собрались здесь. Ну, пока кто-то ходит и пьет пиво, или пытается найти вкусное, дети здесь спокойно проводят время в свое удовольствие. Да, и самое интересное, что можно прийти, пощупать виноградик, посмотреть, как он растет. Пойдем, пойдем, пойдем. Мы сейчас обойдем дачу Александра. Здесь самый красивый кафе, цветы, говорю, он не цветет. Там, значит, все хорошо. О, хорошо, хорошо. Там просто больше цветов, цветочков было на этой лаванде. Ребята располагались под елочкой. Вот так вот девушка оторвала кусок лаванды. Чему тут рос? Каждый бы на фестиваль пришел, бы оторвал все по веточке. Было бы классно. Было бы чудесно. Все были бы веточками лаванды, а лаванда была без цветочков. Слушай, мы с тобой не могли. Проблема на ферме лаванды, то, что вот такие вот товарищи приходят фотографироваться и просто все обрывают. И в итоге фермеры уже гоняют людей, выгоняют. Ну вот красота еще здесь. Видишь, вот здесь больше всего, мне кажется, вот именно на кустах, именно цветов лаванды. Тут все вытопнуло, просто вот каждый, каждый кусочек, ну, сфоткайтесь и там, и там. У нас света, он отстал. Смотри, Николай, мы с тобой решили обойти это место. А тут, оказывается, люди просто уже разломали розы и ходят туда-сюда. Ну, нам не позволяет это сделать, наше воспитание. И труд людей надо уважать. Я с тобой полностью согласен. Так, здесь у нас техника, которая обрабатывает данные поля. И люди туда по дорожкам дальше ходят, прогуливаются. Виноградники у них очень интересно устроены, я это сразу заметил. Можете обратить внимание, какие красивые столбы деревянные. И на них растяжки пошли. То есть очень все это интересно смотрится. Листики. Ай, фантастика. Так, ну, а дальше вот металлические. Ну, вот кто хочет заниматься, тот может этим заниматься. Хотелось бы, чтобы у нас виноградное хозяйство везде выглядело именно так. И мы пили с вами не порошок, с юпи разбавлен, а хорошее, вкусное вино. Это было бы очень, очень, очень хорошо. Рубрика «Полезные советы от Николая». Я даже не знал, что такое можно быть. Но это есть. Видите, роза и виноградник. Почему посадили розу рядом с виноградником? Самая простая логика. Не всем понятно, но она существует. Роза больше предвержена к болезням, нежели чем виноград. И когда заболевает роза, которая высажена возле виноградников, начинает принимать меры по тому, чтобы лечить виноград. Следующая заболеет виноград. Поэтому все нормальные фермеры садят в междуряде розы, чтобы это как детектор того, чтобы увидеть, что виноград пора лечить. Красавчик! Фотографировал Александр. Александр хотел скинуть на меня еще Светлану. Я говорю, ну нет, ты обещал ее фоткать? Фоткай. Я сегодня отдыхаю. Надеюсь, Саша тоже сделал хорошую, красивую фотографию. И вот все работаем. Саша, попробуй здесь в контровом свете. Там вот по рядкам ее снять, тоже будет очень красиво. Не-не, вот отсюда я говорю, посмотрите. Там по ряду будет вообще очень классно. Смотри. Помощите мне ручкой, жена. А ну еще раз, посмотри на меня. Посмотри, пацаны. Отлично. Друзья, мы сегодня с вами разыграем белое, либо красное вино. Условия розыгрыша. Вам надо быть подписан на канал Юрия Озаровского, на мой. Ну и, соответственно, на наш канал, стратегия компания «Вертикаль». Ссылка будет в описании под этим видео. В прошлый раз мы разыграли розовое вино, поскольку у нас была возможность спросить вас, зрителей, какое вы хотите. В этот раз все решит просто случай. На камень-ножницы мы с Юрой сейчас определим. Я за красное вино, Юра за белое. И на камень-ножницы, кто выиграет, такое вино и купим, и разыграем его для вас. И самое главное, чтобы участвовать в розыгрыше, вам надо быть в сообщении, в комментариях к этому видео написать «Хочу кубанского вина», либо «Хочу вина» и номер вашего телефона. Другие варианты не проходят. Предупреждаю сразу. «Хочу вина» и номер вашего телефона. Ну что? Камень-ножницы-бумага, раз, два, три. Еще раз очередь, да? Камень-ножницы-бумага, раз, два, три. Да е-моё, у дураков мысли сходятся. Ну давай. Камень-ножницы-бумага, раз, два, три. Все. Разыграем красное вино, ребят. Все, участвуйте, будем рады. А сейчас идем покупать. Мы идем за красным вином. В магазинчик мы уже вам обзорчик делали, так что тут о нем разговаривать больше особо не стоит. Единственное, сейчас покажем, что за вино будет отправлено в ваш город. Ту бутылку ты уже отправил? Да. И когда она появится? Не знаю. Отлично. Только про это не знаю, но мы попросили же, чтобы нам сняли видеоотзыв. Мы одну бутылочку берем себе домой, хотим попробовать, а то приехать в такое место и не попробовать вина, это будет кощунственно. А это бутылка ваша? Да. Участвуйте, друзья, будем очень-очень рады. Пожалуйста. Производителям домашнего вина не надо вино добавить? Нет. А где этот главный у нас дегустатор Михаил? Наверное, на улице. Он, наверное, пошел дальше дегустирует винчик. За вином просто. Оно тут целый день стоит, мы пацаны приходим, люди-люди-люди. Значит, вино пользуется популярностью, несмотря на то, что это октоберфест, фестиваль пива. Наверное, все только потому, что здесь нет вкусного пива. Александра, а как вам отдых в Левкаде? Понравилось, я тут первый раз. Ну вот вообще в целом мы ехали на октоберфест. Да. Что ты пробовала? Я попробовала немножко пшеничного пива, чуть-чуть. Вот единственное, которое было более или менее, и оно вообще не алкогольное. Вот вообще не алкогольное. Ну вот ноль. То есть мне глотка хватает обычной, я уже чувствую, что все. Ну тут вообще прям алкоголя не было, я не знаю почему. Ну, может быть, на такие скажут, что с ним делают, чтобы в нем не чувствовалось алкоголя. Вот. А так мы попробовали устрец, и вот это для меня было самое вкусное. То есть я устрец ела второй раз, и намного вкуснее. Я не знаю почему, я ела с большого утреша у устрец, и не такой вкус. Это были с малого утреша, и действительно вкусно. Влог. Да. Влог тоже очень понравился, очень вкусный. А чик-чук-чук салатик? Для меня много лука. То есть поэтому он хорошо идет с кловом, да, он свеженький, но многовато лука. У нас даже получилось, что мы со Светой лук не съели, ели все остальное. Мальчики съели все вместе с луком, то есть это мужской салат, видимо. Ну и конечно территория, погулять. У нас была сейчас целая фотосессия в Лаванде. Где тут Лаванда? Тут даже она продается в магазине, она продается 250 или 150 рублей пучочек. А так очень классные выходные. А что шо у тебя, ты куриный ела? Ну нормальный, это не так как вам. Куриный нормальный был. Ну может быть курица сама по себе мягкая, поэтому в общем-то ее сильно не испортишь, только если будешь очень стараться. Развлекательная программа? Ну, спешного стука, мне кажется. Хотела, чтобы было повеселее? Ну да, я думаю, что можно было сделать и больше онкурсов. Ты, кстати, единственная, кто читал о том, что здесь будет. Я не увидела шоу больших мыльных пузырей, которые я читала для детей. Аниматоры были, с детками занимались, но тоже буквально, наверное, первый час. Потом они как-то приходили, уходили, но такого уже массового занятий в Киеве не было. Благодарю тебя. Ну, допустим, в следующем году бы хотела побывать здесь еще. Да, можно приехать. Так как это ехать недалеко, то да. Не только не той дорогой, как мы ехали по бездорожью. Ну, она была красивая, поэтому не жалко. Там свой шаг, согласен, спасибо за вас. Вот, свет уже в начале, а тут очередь все пристраивается, пристраивается и пристраивается. То есть люди стойноются, становятся и покупают. Я на самом деле удивлен. Время 4.13, здесь располагается, смотрите, я думаю, просто будет какая-то танцплощадка. Здесь будет села группа выступать. На самом деле тоже очень интересно. Мы, наверное, не дождемся. Смотрите, как разлетается плов, друзья. Осталось чуть-чуть, чуть-чуть. Последним покупателем очередь еще стоит. Не все накушались. И смотрите, сколько становится здесь людей. То есть я думал, что мы уже все видели, но людей с каждой минутой становится все больше. Здесь продолжается, мы видим, что анимационная программа отдельно с детками. Занимаются аниматоры. Человек-паук, там и таскают всех по рукам. Все, красота. И здесь еще одна. Там в 5 часов вечера для вас будет выступать кавер-группа Безе. Они вас будут встать, поэтому переходите в Украине. И здесь будет именно здесь. Пока все, ждем, ждем. У нас процесс подготовки, чтобы мы их посурили. Поехала, Жара. О, красота. Все, детки будут уже счастливы, уже видно вот все. Молодец какая. И самое главное, что получается. Здесь контакт с детками с пузырями. Фантастик фестиваль. Ничего лучше не может именно для детей быть, кроме мыльных пузырей. В воздухе самое главное, все. Молодцы. Детки там уже утаскивают и пытаются сами запускать пузыри. Все заняли место именно то, где пузырики. И пытаются их ловить. Оп, оп. Поехала, Жара, 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 друзья. Все, все, все. Дети пытаются врываться в пузыри. Не устает на месте. Но чтоб еще умыльных пузырей. Оп. Пузырь мы видим. Оп, 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 оп. Полетели, полетели. Есть. Красота. Оп. Детки пытаются ловить, пытаются участвовать. Павермен тут дал жару. Вот и все. Дети сорвались. Ух. Ух. Просто красота. Кто там, что с их столом все где встал? Я просто даже не ожидал и не увидел. Ай-яй-яй, Жара, Жара. Молодцы какие. Зажигают, ребята. Смотрите на детей. Что может быть круче? Огонь, друзья. Так, дальше продолжение банкета. Я думаю, вот с этого дети будут больше счастлив, чем от всех конкурсов нет, полованы все. Никто не сидит, все участвуют. Это прекрасно. Оп. Оп. Опа. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ура! Ой,ь, лай. Лай. Еще и ветра нету просто. Великолепное зрелище. Ай, красота, друзья. Лай, красота. Это да, молодцы ребята. Действительно, настоящее шоу. Строили для деток. Там деток поднимают уже повыше, посмотрите, чтобы поймать пузырики. Красота сидят на плесиках, все помещаются. Ловите пузыри. Огонь. это вот это прям джейского пульта и я ведущий подойдите пожалуйста ребенка вот собственно никиты подойдите он будет внимательны ждите за своими детками хотя в таком количестве 10 секунд и все учесть кому пульту никита надеюсь найдут веселья продолжается ух 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 просто ребята успевают а я на самом деле от мыльного шоу во вторге успевают отрабатывать все вместе там главная команда другие аниматоры следят под детки сильно близко не подходили тут вдвоем на пузырят и пузырей поехали не хватает абсолютно все вот так ай-ай вообще счастье радость фантастика вот теперь я смотрю для детей этот фестиваль зашел точно посмотрите что пошло закидывает сетка всех просто фантастика пузырей точно хватит всем пузыри кругом и везде пишите в комментариях особенно если смотрели дети понравилось им это или нет шоу я круче мыльное шоу отвечаю я не видел смотрите они устроили просто не флопушками настоящее бедное шоу детское счастье вот девушка сама счастлива от того что делает это очень главное качество аниматоров потерялся мальчика нету дежейского пульта просьба маму подойти к дежейскому пульту мама Никиты все еще не нашлась спайдермен настоящая вот это супер герой он уже двумя хлопушками нагоняет пузырей чтобы порадовать детей кстати двумя руками молодцы огромнейшее количество пузырей я сам вопроса в восторге детское счастье вот видите на детей здесь мы тоже можем видеть очень много людей которые продолжают свой отдых самая главная погода не подкачала вы все отлично здесь в скором времени будет готов еще один баран может быть его еще попробовать остаться тут уже все и у тут стоит очередь на шашлычок и здесь наливают тоже пиво смотрите люди расположились кто где по кустам по полям по полянкам у нас еще осталось место где не побывал где плавают золотые рыбки здесь все выходят погулять посидеть возле озера ну и я так понимаю за ними понаблюдать а то вот скорее всего за тот пирса эти рыбки расположены люди отдыхают вон они точно их там подкармливают что сейчас увидим золотую рыбку здесь заработал аттракцион качелька детки катаются золотых нету а нет есть он они плавают на да конечно к секундочку он суди там огромный карпа плавают но я так понятно что они не всплывают вверх вот ух пасть какая красная да 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 ту сторону вот он вот он настоящая золотая рыбка загадывайте желание от тех кто ее заметить успел пытаются успеть уже от маленьких что-нибудь поймать красота такого бы на удочку здравствуйте как вас зовут здравствуйте валентина из краснодара ухты с краснодара меня смотрят как вы сюда попали а у нас своя группа такая некоммерческая когда мы собираемся куда-то вместе нанимаем маршрут вы не выезжает ухты сколько вас чего туда приехал 18 человек и очень недорого получается по 650 рублей мы нанимаем трансфер и очень приятные люди собираемся любые места едем на прошлые выходные где бывали на прошлые выходные лаганаки пешком через кавказский заповедник через все плата до каменного моря с палочками скандинавскими ходим по 12 километров гуляем вот только что в краснодаре не живу хорошо как вам мероприятие данное вы знаете как таковое мероприятие но наверное неплохо но нас больше интересовали поход на виноградники мы прошли до плата новая аллея то есть мы сами прошли полностью все виноградники сами там виноград еще есть вот такой технический черный и мы дошли masters до плата новая ли если увидите там вот наверху есть огромные длинные аллей и они вот такие уникальные посаженные да вот не ответить и вот такие вот 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 его им но туда же вен там есть два озера в общем мы же такие пешеходники нам не столько вот это поесть попить сколько нам походить и там конечно тишина умиротворения просто у вас какая-то группа вконтакте ли что то есть да у нас есть ватсапе группа ну может как-то просто если человек допустим захочет к вам вступить или вас не запросто если он живет краснодаре ведь мы выдвигаемся из краснодара ну а как вот находит вас люди instagram как всегда сарфанное радио рассказал подключил ватсапе и все и даже мы иногда советуемся куда поедем на следующий выходные уже думаем про новый год а какие планы в общем думали крым думали термальные источники мы ведь так удачно расположены краснодар по отношению ко всем туристическим объектам потому что у нас горы адыгей у нас два моря азовская черная у нас пожалуйста есть абхазия у нас есть ваша она подорогая у нас есть сочи у нас я выбирала этот город именно с этой точки зрения туристическая он географически расположены идеально откуда вы приехали я из хабаровска но мои корни кубанские у меня папа он коренной вообще круто так давайте сделаем так вы под этим видео но я надеюсь что выйдет сегодня напишите номер телефона может куда люди могут обратиться чтобы если что с вами состыковаться я думаю интересно во первых это экономично да мы ездим без экскурсоводов мы просто нанимаем маршрутку и просто в складчину ездим и поэтому это очень доступно по цене сюда мы приехали 650 рублей с человека спасибо вам огромное за отзыв хорошего до свидания всего доброго это экзам поехала заряд друзья сегодня отец купил новые колонки вот это пресня теперь всем конец соседи бежит подронки есть парабаны и старок и модные пластинки это первая песенка по слайу все хотят отошла что сегодня выглашаем вечеринку ну что друзья дайте шума громко громко кричим аплодируем еще 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 наверно уже устали с вами сегодня кайфа заставлять вас танцевать и отдыхать по-правильному погнали друзья да так ну вот после якобы новую это от Под такой танцуете, Николай? Да, танцую, но дива была мало. Зачем ты делал? Я уже не видел. Это молодость, реально молодость. Ну что-то, я смотрю, народу не заходит пока еще. Надо, чтобы разжигать людям, чуть-чуть разогреться, чтобы увидеть, кто танцует. Немножко шума, давайте шумим громко, громко, громко! Явно молодая, слишком молодая, да? Громко, громко! Вот, достаточно ходят! О-о-о-о-о! Здесь танцуешь, и попади! Голосы парень нам играют, о-о-о-о! Здесь, и небес, что насладит! О-о-о-о! Здесь танцуешь, и попади! Голосы парень нам играть! О-о-о-о-о! Здесь, и небес, что насладит! О-о-о-о-о! Здесь танец, и газель с нами, чтоб открыть страны, с нами мы стены! И попасть! И попасть! И попасть! Рок-н-ролл! Зажигает, ребятки! А! И попасть! О-о-о! О-о! Пусть замьёт! И пусть замьёт, ты самый лучший хит Пусть замьёт, пусть замьёт Ты самый лучший хит, пусть замьёт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше становится всё больше людей Пошёл колбас, расколбас, друзья Всё больше людей танцуют Под хорошим настроением Всё больше вина зашло В Левкадии И это на самом деле очень-очень хорошо Здесь есть огонь в глазах, огонь в душе Это самое главное, я вижу, что хорошее настроение Приветствуется Мы же покидаем, чтобы успеть это выложить ещё сегодня Надо срочно давить домой Настроение просто огонь Я сегодня не пил, я сегодня за рулём И это прекрасно Мореплова огромнейшее спасибо, ребята Всё продали Самый вкусный плов Молодцы 100 килограмм плова, друзья Вот так вот Молодцы В Анапе сегодня король и мореплова были От душе И мы в машине Мы натанцевались Настроение было отличнейшее Вино вам куплено, ребята Да, это самое главное Самое главное В розыгрыше участвуем Запоминаем Написать хочу вина Номер телефона И пускай с вами будет сила И победить туда Подписаться на канал Вертикаль Всего в описании Ну и на мой канал Юлия Заревский Тоже будьте подписаны Дорогие друзья Хорошее вам настроение Если вы собираетесь Переезжать на юг Обращайтесь к нам Мы поможем вам В консультации В подборе участка И возможно Мы построим Именно ваш дом Дом вашей мечты У нас на сегодня все Приезжая на юг Несите дома Потому что за каждым углом За полем Может быть оказаться Вот такое великолепное место Которое мы сегодня Вас и привели Всем спасибо За просмотр Надеюсь, что было интересно У нас не хватает Профессионального цвета Чтобы закончить красиво Но я думаю Вы нас простите Ну и всем Хорошего Приятного вечера Дня или ночью Что вы хотите смотреть Всем пока Вы побежали